Слава Господу! Анатолий, мы рады тебя видеть, добро пожаловать. Давайте поприветствуем. Анатолий, давай дадим славу Господу. Спасибо большое, слава Господу. Спасибо большое, присаживайтесь. Иудейские праздники, у них есть две важнейших функции. Это напоминать о чем-то, как у любого праздника. Вообще все праздники к чему-то приурочены и призваны, прежде всего, нам, людям о чем-то напомнить. Вот так иудейские праздники призваны были иудеям о чем-то напоминать. Но вместе с тем иудейских праздников есть еще одна специфическая функция. Это пророческая. Поэтому все иудейские праздники, которые вы можете найти и обнаружить, праздники Господни в Левит 23, в 20 главе книги Левит, они пророческие все. И у нас сегодня есть возможность поговорить о трех весенних, которые уже исполнились. Конечно же, хорошо, что уже Пасха прошла на самом деле, потому что некоторые вещи, они заставят переосмыслить кое-какие вещи. Но пусть традиция остается традицией, вот как принято, но поиск первоначального исторического смысла и понимание Писания тоже важная вещь, чем мы сегодня с вами и займемся. Ну, прежде всего, давайте отмечу такую вещь, что у нас много стереотипного мышления, парадигм, каким-то связанным с Пасхой, с другими вещами. Вот, например, навскидку, вот мы прочитали с вами текст, ибо Пасха наша, Христос закон за нас. Парадоксально, что Пасха – это смерть, а мы Пасхой называем воскресение. Мы же не говорим «Христос умер», мы говорим «Христос воскрес», правда же? И называем воскресение Иисуса, называем Пасхой. В некотором смысле это некорректное название праздника воскресения Иисуса Христа, и оно вообще стало, воскресение Иисуса Христа стало называться Пасхой столетия спустя известных евангельских событий. Пасха все-таки – это смерть, это один вечер. Ну давайте мы по порядку, и я много что еще вам сегодня расскажу. Итак, всего есть семь иудейских праздников. Первых, ну а суббота отдельно она стоит, у нее еженедельный цикл, у остальных семи праздников господних, повторюсь, Леви 23 дома, перечитайте, у них ежегодный цикл, они раз в год. И первых три, они как объединены, три праздника вместе, три в одном будет. И мы вот их сегодня рассмотрим, потом еще один праздничек отдельно, и три осенних. Три осенних, они еще не исполнились, они такие эсхатологические праздники. Если по порядочку назвать их, то это первые, это у нас Хакха-Песах, праздник Пасхи, потом Хакха-Мацот, праздник Мацы, пресного хлеба или опресников. Поэтому совершенно не случайно Павел здесь Пасху сопрягает вместе с опресноками чистоты. Обратили внимание, да? Сейчас вы все это увидите. И вот третий праздник, он загадочный, но он очень важный. И он совершенно напрочь забыт в христианстве и оставлен без внимания. Совершенно напрасно. Еще раз, если кто-то не успел записать, первый праздник это Пасха. Пасха, евреи называют это Песах, что произошло от древнееврейского Писха. Но в русский язык слово Пасха пришло от арамейского Пасах, что означает обходить или перепрыгивать. С чего вдруг такое название? Все понимают? Надо эту очевидную вещь рассказать вам. Ангел-губитель обходил косяки, помазанные кровью, вот этот глагол обходить и есть в арамейском Пасах или Писха на древнееврейском. Понятно, да? Пасха-Песах, Писха-Пасах. Второй праздник Хаха-Мацот, праздник Мацы, пресного хлеба. И вот третий праздник тоже очень важный. А кто знает, как называется третий праздник? Они три вместе. Пока вы думаете или вспоминаете, можете даже подсмотреть в Библию. Я вам такой принцип объясню. Очевидный. Такой почти банальность. Вот если мы смотрим на какое-то сложное устройство, положим, возьмем автомобиль, довольно сложное устройство, тысячи деталей. Но иногда некоторые люди забывают главные функции или задачи автомобиля. Для них автомобиль становится чем? Поводом собраться в гараже. Правда же? Почему-то поковыряться, заниматься непристойностями в виде пива, с друзьями попить. И они совсем забыли, что главное, что должен делать автомобиль, это возить, а не организовывать твой досуг субботний или воскресный. И, в общем-то, иногда надо напоминать нам, к чему призваны и для чего предназначены какие-то вещи. То же самое, в общем-то, можно провести некоторую параллель с Писанием. В Писании есть, все должно работать в Писании на две важнейшие задачи. Какие? Хорошо помните, да, вы? Они из Ветхого Завета обе. Люби Бога. И вторая. Люби ближнего. Но это не просто заповеди, если совсем буквально рассматривать. Это не просто заповеди. Это две категории всех заповедей. Если мы сгруппируем все заповеди, то все заповеди имеющиеся должны работать на две задачи. Любить Бога и любить ближнего своего. Если мы их разделим, дифференцируем на более мелкие группы, то этих групп будет сколько? Догадались? Их будет 10, совершенно верно. Которые мы ошибочно называем, опять же, 10 заповедями. Хотя, в общем-то, может, я уже говорил об этом, упоминал как-то. Это 10 категорий заповедей. И даже в Писании они не названы заповедью. В Писании названы десятисловием. 10 категорий заповедей. Ну а если совсем мы разделим, то это получится 600, как иудеи посчитали. Я сам проверить не могу, мне пока знаний не хватает. Но они находят там 613 заповедей, которые мы можем сгруппировать в 10 категорий. По отношению к святому имени, к ближнему, к родителям, к субботе и так далее. Вы хорошо знаете. Так вот, фарисеи, они в деталях, Иисус укоряет их, и они в деталях запутались. Там заповедь на заповедь традиция, как праздновать. И они уже утеряли главный смысл, что главное все это должно вести. В этом весь закон и пророки все должно вести к любви к Богу и ближнему. Но, если у тебя в автомобиле что-то сломалось, или ты хочешь понять, как он устроен, то что надо сделать? Вот у нас сидят специалисты по автомобилям. Один сейчас по форсункам еще главный специалист у нас, да? Ну а Алексей вообще все знает. Мы должны что сделать? Мы должны докопаться до самой маленького сальничка. Там иголки, форсунки, чтобы понять, в чем неисправность или как это устроено. Правда же? Вот то же самое списание. Для чего все это я вам рассказал? Вещь очевидная, простая, понятная, что мы пытаемся, конечно же, Пасху охватить целиком. Но чтобы понять, что произошло, нам нужно ее раздробить, разделить на составные части, а именно на три отдельных части. На что указывает нам Пасха, на что указывает нам праздник пресного хлеба и третий праздник какой? Вот там есть ответ. Куща – это последний, это вот, вот здесь еще три, последний, Суккоту называется. Им все заканчивается. Праздник праздник урожая или праздник шалашей. Какие еще есть варианты? Очень важный праздник. Более того, вам скажу. Пророчески, вы уже поняли, что Пасха на самом деле – это один вечер. Вечер 14-го Нисан. Один вечер. И не Пасха пророчески указывала на воскресение Иисуса Христа, а именно этот праздник указывают пророчески на воскресение Иисуса Христа. И называется он Пятидесятница, она вот она. Мы будем говорить, если сегодня я буду вести себя хорошо, то мы с вами о Пятидесятнице поговорим в мае. Я вам расскажу, это три названия из библейских. Это Шевот, Йомбекурим и Хахакацир. Он же праздник жатвы на самом деле. И совершенно не случайно Дух Святой, точнее, сила Духа Святого сошла на учеников именно в этот день. Он посерединке. Ладно, давайте я не буду уже время тратить и мучить вас. Это праздник Сфират Хаумер или по-русски Первого Снопа. Вот мы все только что убедились, что напрочь в нашем богословии мы не уделяем и грамма внимания этому празднику. А именно он пророчески указывает на воскресение Иисуса Христа. И в общем-то, если следовать прямой логике, то праздник воскресения Иисуса Христа надо переименовать из Пасхи в Сфират Хаумер. Но не будем этого делать, как я уже просил вас. Традиция, пусть остается традиция. Не ломайте традицию ни в коем случае. Она столетиями создается. Боже, сохрани, сломайте старую, но и новую вы создать не сможете. Останетесь просто на руинах. Традиция, традиция, понимание, понимание. Надо научиться вот так относиться к этим вещам. Праздник Первого Снопа. Именно в этот праздник, праздник Первого Снопа, первый сноп будущей жатвы срывали, приносил, потрясал священник и во всесожжение его приносил. И там еще приносили, пересчитайте Леви 23. И там еще приносили во всесожжение однолетнего непорочного агнца. И так как он, как во всесожжение, к Богу уходил, то если это пророчески указывают, как первый результат, первый плод. Поэтому Павел говорит, он первенец, но если совсем 1 Коринфянам 15 глава, совсем точно, буквально перевести, он даже не первенец, а первенок. С греческого. Понимаете, что такое первенок? Первый сноп. Первый плод будущего урожая. Где-то я это, фломастер потерял. Да, спасибо. Немножко наша лекция будет скомкана, я это подозревал, и так оно и будет, потому что уместить массу материала в один вечер, я буду урывками что-то вырывать, самое интересное. Поэтому вы уж меня простите за эту такую сумбурность некоторую, которая у нас получится. Первенок, первый плод. Дело в том, что вот теперь еще парочку водных вещей. Парочку водных вещей. Ну, во-первых, просто повторим, вдруг кто-то не знал. Ну, я сомневаюсь, но кто-то не знал. Скажите, пожалуйста, день начинается в еврейском народе когда? Следующий день. С вечера. С вечера. Я нарисовал три звездочки. Зачем? Ну, помните, помните, начинается у них все со звезды. Звезда – это значит начало нового дня. Поэтому там у нас в известной рекламе Александр Васильевич Суворов, Александр Васильевич его звали, да? Он говорит, до первой звезды нельзя. Ну, у евреев надо дождаться третьей звезды. Кто-то знает почему? Почему? Потому что, а вдруг первая – это комета какая-нибудь, ненастоящая звезда, вторая – еще что-нибудь. Вот так, с гарантией. Они все делают с запасом. Называется это принцип ограды Тары. Все сделай с запасом. С гарантией. В общем, с третьей звезды начинается следующий день. Мы с вами будем рассматривать, конечно, пасхальные события. Потому что все эти праздники весенние говорят о пасхальных событиях. Значит, вот до этого момента, условно, до третьей звезды, это у них еще 14-я Ниссон, месяц такой. Ниссон, он же Авиф, это первый месяц в году. Поэтому, в общем-то, Бог заповедовал и сказал, что Новый год начинается у евреев, должен начинаться весной. То, что они сегодня осенью празднуют праздник Рош-Хошана, это не библейская традиция, она сформировалась гораздо позже. Они как бы в праздник, вот здесь три праздника тоже. Это Йом-Труа или Зикрон-Труа, праздник Труп, он же называется сегодня Рош-Хошана. Потом праздник Йом-Кипур, называют Судный день, но это неправильно, день покрытия, копорот, покрытия грехов, пересвещение ухватилов святых, и потом уже Суккот. Вот они Новым годом сегодня называют праздник Зикрон-Труа, напоминание о Трубе, но мы об этих праздниках не говорим сегодня. Это неправильно. Бог сказал, что первый праздник в году у евреев, это вот весенний Ниссон или же Авиф. Так вот, 14-го, я здесь выбираю, вообще-то не нужно нам. Так вот, 10-го числа Ниса надо было Агнца отделить от других, то есть осветить. Кадошим, Кадош, святой Кадошим, отделение, отделить его. 14-го до вечера его нужно было привести, принести в жертву, заколоть, испечь. Но еле его уже, вот это уже 15-го Ниссон, еле его уже вот здесь всю ночь. Правильно? А 15-го Ниссон, это уже первый день опресночный. Первый день праздника опресночных или праздника Мацы. Кстати, как только из понятного я стану непонятным, как-то просигнализируйте мне. Потому что вещи, которые пойдут дальше, они гораздо сложнее того, что мы уже сказали с вами. Обязательно. Хмурьте брови, чтобы я видел. 15-го Ниссон. Поэтому Агнца ели уже ночью, ели его с пресным хлебом. И у Павла мы видим прямую взаимосвязь. Пасха наша Христос заклонный, будем его праздновать с опресноками чистоты. Не Лукасова, там и Порог. Прямая взаимосвязь. Понятно, да? Почему у Павла это соединено? Ели уже с пресным хлебом. Но это про суточное деление. Теперь еще два слова скажем про годичное. Почему Ниссон, это первый месяц в году? Дело в том, что все эти праздники, все, они так или иначе связаны с сельскохозяйственной деятельностью. Так или иначе связаны с сельскохозяйственной деятельностью. Это тоже большой пророческий смысл. На самом деле все, все должно работать на духовную жатву. Я бы сказал, даже на эскатологическую жатву. На жатву душ Царства Божия. В Новом Завете мы эти понятия с вами встречаем и не раз. Правда же? Жатва созрела, Нива побелела и так далее. Все должно на это работать. Но если у мусульман лунный календарь. Лунный календарь, лунный месяц, он чуть-чуть на один день короче солнечного. От новой луны до новой луны, по-моему, 29-30 дней. Поэтому лунный календарь относительно нашего солнечного, мы все сверяем по солнышку с вами. Зацепляемся на солнышко. Солнечный месяц это 30-31, ну кроме известного февраля нам. 30-31. Так вот, лунный календарь относительно солнечного, он движется постоянно, непрерывно, по-моему, против часовой. Потому что у нас, например, еще марта, у них уже апрель начался. И постоянно происходит сдвижение у мусульман в исламе. Лунный календарь. Поэтому у них все праздники катаются по кругу погоду. Поэтому у них праздник там жертвоприношения, Курбан-Байра, может когда угодно. Осенью, потом летом, потом весной, потом зимой. Понятно это? Вот теперь с еврейским календарем. А у евреев какой календарь? Кто знает? Солнечный или лунный? Громче. Что-то здесь говорили правильное, по-моему. Какие были у вас версии еще раз? Я по губам еще не научился читать, я прошу прощения. Ладно, давайте я тогда дам правильный ответ. Он у них и не солнечный, и не лунный. Он солнечно-лунный. Если вы там правильно говорили, то вам приз положен. Потом подойдете ко мне в конце собрания, я вам вручу. У меня в пакетике лежит. Что значит солнечно-лунный? На самом деле Бог четко сказал, отмеряйте месяц по луне. Почему Господь сказал отмерять месяц по луне? Это вопрос для третьего класса. Почему по луне отмеряете, а не по солнышку? Прямая логика. Очень просто. Чтобы по солнцу отмерить, нужно всякие приборы иметь. Понимаете? Мы же не видим, очевидно, что один месяц закончился, а другой начался. А по луне можно невооруженным глазом, правда же? Вот она большая, вот она меньше, вот ее меньше, вот ее нет, вот новая. Начался новый месяц. Все просто, правда же? Но мы только что уже с вами сказали, что лунный постоянно катается, а у них все праздники сельскохозяйственные. И первый сноб не может быть по-нашему в январе, правда же? Он должен быть где-то, ну грубо говоря, с каким-то разлетом, где-то весной. Понимаете логику? Как же устроен их календарь? Ну это для общего развития. Короче говоря, они 7 раз в 19 лет добавляют добавочный месяц, 13-й. То есть календарь отходит, отходит, потом раз его корректируют. Поэтому наша Пасха двигается, двигается, потом отскакивает. Заобратили внимание? Потому что Пасха, она привязана к иудейской Пасхе. Как-то исторически так повелось. Рождество нет, а Пасха да. Поэтому она движется, движется, потом отскакивает. Понятно, да, откуда это все появилось? Ладно. В общем, у них всегда весенние праздники, всегда весной, все нормально. Корректируют они вот таким добавочными 13-ми месяцами происходит котировка. А теперь вот о самом интересном, быстренько и кратко. На самом деле, забегая вперед, я хочу вам сказать, что только четкое и ясное понимание устройства ветхозаветных праздников, они же иудейские праздники, они же праздники Господни, только понимание этого дает нам достаточной информации, чтобы сказать, в какое время, в какой день недели, в какой месяц прошли события, связанные с Иисусом Христом. Напрямую греческого текста Нового Завета нам недостаточно. В конце я вам приведу примеры. Ну, давайте я немножечко информации, чуть-чуть по каждому празднику я вам дам. Как я уже сказал, Пасха, вечер 14-го Нисом. Это понятно, да? Вечер 14-го Нисом. Конечно же, пророчески Пасха, пасхальный агнец еврейский, это, конечно же, пророчески напрямую указывало на Иисуса Христа. И, конечно, Он уже исполнился в самом Иисусе Христе. Это вещь очевидная. Тут нет ничего сложного. Согласны со мной? Иудейский пасхальный агнец – это и есть прямое пророчество об Иисусе Христе. Теперь чуть-чуть сложнее про праздник пресного хлеба. Хак-ха-мацот. Мацы, праздник мацы, пресного хлеба. А вот здесь чуть-чуть сложнее, но это очень важно. Дело в том, что четко в Леви 23 написано, что празднуется Он с 15-го по 21-е Нисом. Семь дней празднуйте, написано. Но про первые и последние седьмой дни опресночные есть интересные указания. Я сейчас их вам процитирую. Скажите, пока вразумительно то, что я говорю. Сюда? Нормально? Сейчас будет такая вещь чуть-чуть посложнее. Смотрите, что Он говорит. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. Шестой стих. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу, семь дней ешьте опресноки. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертву Господу. В седьмой день, также священное собрание, никакой работы не работайте. А чуть выше, чуть выше, в третьем стихе, я прочитаю вам про субботу. Шесть дней, про субботу, про простую. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делать. На что я хочу указать? Здесь, в третьем стихе 23-й главы, дается характеристика субботы. Назовем ее сразу. Натуральная суббота. Вы сейчас поймете, откуда такое название. Так вот, натуральную субботу от другого дня отличают две принципиальные характеристики. Первая, какая? Чем она отличается от других дней? А вы смелее, у нас же не проповедь, правда же? У нас же курсы. Можно здесь громко отвечать. Точно! Какое прекрасное словосочетание, да? Не работать. Давайте чуть библей скажем. Никакого дела не делай. С этим уже сложнее, потому что работать мы не хотим, но иногда что-то делать мы все равно хотим. Давайте так. Нет делу, так напишу, напишу. Лапидарный такой слоган. Нет делу. А вторая характеристика, которая делает субботу субботой, это совершенно верно, только тихо, громче, не стесняйтесь. Священное собрание. Субботу делают. Субботой. Никакого дела не делайте, и да будет у вас Священное собрание. А теперь послушайте, пожалуйста, про 15-е и, соответственно, 21-е Нисон. Еще раз прочитаю. В 15-й день того же месяца праздника преснока, в 7-й день ездящего преснока, и в первый день, да будет у вас Священное собрание, никакой работы не работайте. Ничто вам не напоминает 15-е и 21-е Нисон? Что напоминает нам? В точности такие же требования, как к натуральной субботе. А почему я назвал это натуральной субботой? Поясню. Скажите, пожалуйста, 15-е Нисон, вот 15-го числа месяца Нисон, на какой день недели всегда выпадает? Кто-то говорит на воскресенье. На воскресенье, давайте, скажем, первый сноб должен выпасть в нашем случае. На какой день недели? Хорошо. 14-е Нисон, Пасха, на какой день недели каждый год выпадает? Я забыл вам сказать, что это провокационный вопрос. Каждый год по-разному. Скажите, у вас 1-е января всегда в какой день недели? А, поняли, да уже? На самом деле, 1-е января может когда угодно быть. Правда же? В любой день недели. То же самое с 15-го и 21-е они могут выпасть на любой день недели. Но они тоже, если вы обратили внимание, они тоже субботы. Но эти субботы мы с вами назовем как? Д-С, что в переводе означает не Дух Святой, а добавочная суббота. Вот эта логика понятна вам? А вот теперь, кто любит заморачиваться, вы останьтесь со мной, остальные передохните. Понятно, да? 15-21, добавочная суббота Мы чуть позже к ним вернемся, когда будем новозаветный текст смотреть с вами Пишем с 15 по 21 Ну давайте пока все вернитесь и скажем пророческий пророческий праздник Мацы На что нам указывает? Вы можете свои пророческие смыслы в этом увидеть Я вам предложу, как я это оцениваю, как я это вижу Обратите внимание Что у нас, у людей, сотворенных Господом Богом, есть ряд фундаментальных потребностей Они все в Духе Святом могут быть удовлетворены Поэтому апостол говорит, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе В общем-то, это три самые фундаментальные потребности человека Переживать внутренний мир, чтобы отсутствие тревоги, да Радоваться, мы тоже в этом нуждаемся Но еще одна вещь, праведность Очень близкое по значению слова, скажу вам, оно будет вам понятней Правильность Мы все имеем потребность быть правильными людьми Если правильность довести до определенной степени, это становится праведность И мы хотим быть такими правильными людьми Еще одну мысль вам скажу Вот смотрите Пасха указывает на смерть Агонса Что у нас произошло через смерть Агонса? Произошло пролить... Ух, время-то как бежит Давайте я больше у вас ничего не буду спрашивать Я вам просто все это вывалю кучей, ладно? Все ответы правильные А вы потом пересмотрите на видео и будете потихонечку разбираться Договорились? А то в 8.20 нам нерезонно будет заканчивать Даю правильные ответы Пасха это смерть, конечно же это смерть Агонса Через смерть пролитие крови и ломимое тело Для нас было приобретены две вещи Первая для нас очевидна Кровь изливалась во искупление То есть Иисус заплатил за наши преступления То есть нам не надо уже идти в тюрьму, в ад И сидеть за наши преступления и прегрешения перед Господом Богом Понятно? Он выкупил нас у Господа Бога Заплатил вместо нас Через пролитие крови Чуть сложнее с ломимым телом Ведь тело ломилось вечером, вспомните Для чего-то и тело его ломилось Правда же? С этим сложнее Самый популярный ответ Что ради исцеления Нет Тело ломилось Чтобы мы стали церковью То есть Бог задумал так Я вас искупил А теперь вы святые индивидуалисты Идите на все четыре стороны Не так все было Он сказал Я вас искупил Но я хочу, чтобы вы стали еще телом Господним Поэтому порость мы части А вместе одно тело Для этого тело и ломилось Два важнейших аспекта Смерти Иисуса Христа Как только кровь пролилась Мы искуплены Затем с этого момента Сразу вспоминайте Вот Агнец Заклан С этого момента Уже идут Опресники Опресники чистоты У нас есть, я сказал Потребность быть правильными Праведными Так вот И Нас же еще надо жить Вот мы когда-то уверовали с вами Да я там в девяносто первом году Кто-то раньше Кто-то позже Но наша жизнь-то еще продолжается Правда И это тоже для нас очень важно Как мы живем И как мы это чувствуем Или для вас это не важно Очень важно Поэтому этот праздник Мацы Или пресного хлеба Пророчески указывает Что после акта смерти Иисуса Христа Искупления Он дал нам еще и возможность Прожить жизнь Праведно Дробь Правильно И это очень важно Праведная жизнь Чистая Семь дней Полнота Сколько не будете жить В каждый день Вы можете жить праведно Чисто Свято Можете еще свои пророческие Смыслы в этом увидеть Ну и как я сказал уже Праздник Сферат Хаумер Первого снопа Пророчески указывают На воскресение Иисуса Христа Более того Сам первый сноп Это даже не Иисус Это Агнес Однолетний Непорочный Это Иисус А первый сноп Если вы внимательно читали Евангелие от Матфея То там есть такой интересный текст Там написано И многие воскресли И вышли из гробов По воскресению его И явились в Иерусалиме Читали такой текст? Вот это такой начаток Маленький начаток Такой сноп Как бы залог Первенок тоже Иисус Вот этот сноп Я предполагаю Хотя я могу и ошибаться Здесь Будущее Искатологической жатвы То есть это как бы Первые Которые воскресли Чтобы уже не умирать И потом уже Весь остальной Сбор урожая И потом окончательное Воскресение мертвых Я не буду здесь Детали вам разъяснять Потому что Ограничены с вами во времени А вот очень интересный момент Как раз Для тех Кто любит Покопаться поглубже Праздник первого снопа Мы не знаем В какой день месяца Про него просто написано На другой день праздника Вознесет его Первый сноп Священник На другой день праздника Это в нашем Синодальном переводе А в оригинальном Древнееврейском Написано На другой день Субботы Если у кого-то Есть подстрочники Там номера стронга Можете проверить меня Перепроверить На другой день Субботы Теперь внимание Первое напряжение Мозга Происходит Так Другой фломастер Возьму Что это такое Это дневник школьный Правда же Понедельник Вторник Он нам пригодится Сегодня еще Четверг Пятница И суббота На другой день Праздника Выгнали на другой день Субботу Поэтому в первом веке Уже существовало Две интерпретации Первая интерпретация Что здесь Под субботой Подразумевается Первая добавочная суббота То есть Пятнадцатого нисан Улавливаете логику Пятнадцатого нисан Мы же сказали Это тоже суббота Положим Следуя этой логике Они считали так Если Пасха Выпала Например На вторник Четырнадцатый нисан Значит В среду По нашему Пятнадцатый нисан Это первая Добавочная суббота Значит Первого снопа Будет четверг Вот так Половина Израиля Пытались Пытались Отчитать Праздник Первого снопа Но скорее всего Я вам сейчас Это поясню Скорее всего Правильная будет Вторая точка зрения Которая интерпретирована Следующим образом Что на другой день Субботы Подразумевается Вот это Она же натуральная суббота Поясню Если бы там Подразумевалась Первая добавочная суббота То Праздник первого снопа Сферат Хаамер Всегда выпадал бы На шестнадцатое число Так что мешало Господу так написать Шестнадцатого нисана У вас первого снопа Я знаю Что вечер Рабочего дня И сложно логику отслеживать Но если кто-то Вообще улавливает Хоть кто-то Было бы Шестнадцатое число А здесь написано На другой день Субботы Значит Цифра эта День месяца Плавающая Поэтому Другая точка зрения Логика более корректная Когда бы И не случилась Пасха Например во вторник Дождаться надо Натуральной субботы И на следующий день А это в нашем случае Будет Семнадцатого Восемнадцатого И девятнадцатого В нашем случае Это будет Вот в данной картине Это будет первый сноп Понятно? В нашем Исчисление Это всегда воскресенье Давайте продолжим Теперь самое интересное На закусочку Кстати Пока я здесь Готовлю доску Вы же знаете Откуда Пасхальные кролики Та и яйца взялись Все знают? Давайте я вам Свою точку зрения Расскажу Но я ее Позаимствовал Конечно Ну у нас есть Масса мифов Связанных с этим Откуда появилась Эта традиция Мне кажется Все банальней Скажите пожалуйста Как Англоговорящий мир Поздравляет себя С Пасхой С Пасхой Какой фразой? Happy Две версии Традиционные Есть еще одна Happy Passover Passover Это как раз обойти Но она реже На открытках мы встречаем Happy Easter Счастливой Пасхи А что такое у нас За Истер-то? Вам рассказывали? Рассказали уже? Истер Это Исфирь Или Истер Или Астарта Или Изида Или языческая богиня Плодородия Она же Артемида Ефеская У которой было Просите за подробности Детей Нету три ряда грудей У меня была Сессия Одного я знаю В Риме Мы там были в Няполе В государственном университете Вот И там я эту Оригинал статую Этой Артемида Ефеской Лицезрел Зрелище такое Так себе На любителя Возвращаемся Эстер Так она богиня Плодородия Хотя в разных там Культурах И она Богиня была Много чего И ей всегда В жертву приносили Два символа Плодородия Или плодовитости Мы до сих пор говорим Несутся как яйца И плодятся как кролики Правда же? Вот яйца кроликов Ей жертву приносили Несутся как кролики Как яйца Точнее плодятся как кролики Вот оттуда появились И пасхальные кролики И пасхальные яйца И никакого христианского смысла В этом нет Абсолютно ноль Ну я люблю яйца на Пасху кушать Потому что Для чистого Все чисто Бесы это ничто Поэтому я если Прихожу к родителям И там у них яички Я обязательно Энное количество их Покушаю А если ваша совесть Более немощная Не кушайте Ну я призываю быть Смелее В этом смысле Вернемся Это мы немножко передохнули Просто Поулыбались Про Артемиду Ефеску И хэппиистру Про Старту Итак Сферат Хаамер Скорее всего Ой я зря Неделю-то Удалил На другой день После натуральной субботы Праздновали А вот теперь я хочу Вас пригласить Прочитать один текст Новый Заветний И вы увидите Как интересно Вот эта вся картина Поможет нам Лучше понять Новозаветные тексты И новозаветные события Я еще раз нарисую День недели Еще раз дневничок Если вы откроете Подготовьте пожалуйста Яна 29 по-моему Глава 31 стих Сейчас я проверю Если у нас вообще Столько глав Здесь есть Ой 29 Что я говорю 19 31 Да Мы сейчас Мы сейчас С этим текстом Поизучаем его И им закончим Как раз Я думаю Что на сегодня Нам будет достаточная информация Для размышлений Я Прежде чем мы Как раз Яна 19 31 Назнакомимся Я хочу Еще одну деталь Вам рассказать Мне кажется Она будет Довольно Интересная Вам Существует Так называемая Синоптическая Проблема Может кто-то Слышал Со студентами В том году Мы немножечко Затрагивали этот момент Синоптическая Синоптики Евангельские То есть Матфея Марка Лука Очень Одинаково Писывают ситуацию В отличие от Иоанна Поэтому Евангелитана Называют Часто Несиноптическим Непохожим Так вот Если мы читаем Синоптиков То есть Матфея Марка Лука То у нас Есть прямое Указание Что Иисус Вечерю Со своими Учениками Имел Прямо В день Пасха Написано Пришло День Закалывать Агнца И он их Послал Приготовьте Пасху Поэтому Если мы Читаем Матфея Марка Лука У нас Складывается Впечатление Что Тайная Вечеря Ну Вечеря Иисуса С учениками Происходила В ночь 14 на 15 Нисан Понятно То что я Сказал Только что А Иоанн Своё послание Конечно Адресовывает Людям Сильно Эллинизированным Огреченным Или вообще Эллиным Грекам То есть Нам с вами Азбестовцам И Екатеринбуржцам Которые люди Вне культуры И он уже Всё Рожевывает И поясняет Он говорит Например Иисуса Повели В приторию И пришедшие С ним Пресвященники Толпа Охлас Которые Его обвиняли Они не вошли В приторию Дабы не Оскверниться Но есть Пасху Мы видим Что утром А до утра Агнис должен был съеден Пасха ещё не было Съедена Поэтому скорее всего Ещё только Надлежало им Сесть Поэтому В Евангелии Таана Есть Два Довольно Чётких Указания Что Тайная Вечеря Иисуса С учениками Происходила С 13 На 14 Аниса Наде не раньше Я вам сейчас Объясню Как нам Понять Синоптиков Очень просто Дело в том Что Анита Матфея Маркова Лука Пишет В общем-то Вчерашним Иудеям Когда Если я вам Скажу фразу Вот нам Людям Русским Я скажу фразу Это было В Новый год Что вы подумаете Когда я скажу фразу Новый год Или скажу Наступил Новый год Вы подумаете Что прям Бой курантов Этот миг Или вы себе Представите Есть целых 10 фантастических дней Причем Может быть Наступил Новый год Это уже 29-30 декабря Это тоже Уже наступил Новый год Условно Правда же Почему Уже подготовка Вся началась Там уже Подарки покупаешь Это уже Все Новый год В нашем понимании А не просто Бой курантов Сам прям Этот миг Поэтому В оригинальном Тексте Синоптиков Там указание Что как бы Пришло время Готовится К этому всему Поэтому Совершенно Не исключает Того Что все это Происходило Накануне Понятно Вот для нашего Сегодняшнего Одного вечера Этой фразы Достаточно Если подробнее То это надо Отдельно Садиться Разбирать Все анализировать Поэтому конечно Я считаю Что вот эта Точка зрения Или Описание Иоанна Гораздо точнее Более того Я вам сейчас Это легко докажу Смотрите Если У Иисуса С учениками Вечеря была В ночь 14 на 15 То получается Распинает О 15 А должны Как предрек Праздник Пасхи И должны были Распять его 14 Нисан Такое указание Правда же Вы поняли То есть это нарушает Пророческое Предписание Праздника Пасхи Ну кто-то еще Со мной Более того Более того Не может Вот так быть Не мог он 14 быть распят И вы это уже знаете Почему Потому что На следующий день У нас 15 Нисан А 15 Нисан Вы это знаете Что это такое Что это Это первый Пресношний день То есть Добавочное Ничего нельзя было делать Конечно Там не снимать С креста Они не могли Не ходить В приторию То есть фактически Мы понимаем Не могли Эти события Описаны Происходить 15 Значит Все очень точно Для нас Для азбетцев Саветиренбуржцев Описал Евангелист Иоанн Что все это Происходило Накануне С 13 На 14 Нисан Но Еще очень важный Факт Который вы Наверняка Не знали Дело в том Что к празднику Опресников Пресного хлеба Предшествовала Большая подготовка Нужно было Кое-что из домов Вымести Что Все квасное Хамец называется Поэтому Горницы Для принятия Пасхи Были готовы Во всем Израиле Только К 14 Нисан Понятно я сказал 13 Еще Хамец Квасное Еще не выметено Но Иисусу Надо на день Раньше Поясню По какой традиции Все это происходило Сейчас В двух словах Буквально Поэтому Он посылает И говорит Пойдите Встретите Мужчину Необычного Какого Игорь Роман Штантлеский Как раз Вот может быть Про это И рассказывал Идите Пойдите Встретите Мужчину Несущего Воду Мужчины Обратите Внимание Ивангел От Луки Если не ошибаюсь Кубраниты Его воспитали И поэтому Они сами Несили воду И когда Они Нашли Такого Мужчину Несущего Воду Они спросили Где горница Для учителя Он им показал Горницу И они Нашли Горницу Выметенной Убранной Написано Правильно Приготовленной Накануне 13 Почему Потому что Исеи Это такие Параллельная Группа Священников Как и Кумраниты Которые В пику Развращенному Саддукейскому Священству Праздновали На день раньше Потому что Саддукеи Были страшно Развращены Ну вспомните Они называют Кесаря своим Царем Нет у нас Царя кроме Гитлера Вот так примерно Это звучало Они Вот сегодня Брат наш Прекрасно говорил Они на храмовом Устройстве Деньги делали Целое состояние Иисус говорит Вообще из храма Вертеп Разбойничий Сделали Короче Не было никого Хуже Саддукеев Возглавляемых Пересвященником Поэтому Кумраниты Считали Самого страшного Человека на земле Это Пересвященника И называли его Великий Нечестивец Игорь Романович Отлеский В твоих книгах Как раз по Кумранистике Он как раз об этом пишет Великий Нечестивец Короче К чему я веду речь Они праздновали Накануне На день раньше Молились даже Спиной к Иерусалиму Показать Что славы Божьей Шехины Там уже нет А праздновали они Это по вавилонской Традиции Дело в том Что когда евреи Были в вавилоне В рассеянии Бог сказал Вы не можете Не праздновать Пасху Кто не будет праздновать Пасху Да истребится Та душа Из народа своего И второе указание Но вы не можете Закалывать Агнца пасхального На всяком месте Только в храме Они оказались В тупике Они в вавилоне Пасху Не праздновать Не могут И праздновать Тоже не могут Почему Не праздновать Бог запретил А праздновать Они не могут Вавилоне Закалывать Агнца Тогда сформировалась Традиция Которая до сих пор В синагогах На Пасху Соблюдают Они решили так Пусть кусочек Пресного хлеба Мацы Будет олицетворять Для нас Агнца И мы будем Ломать эту мацу Которая называется Афикаман Как будто мы Агнца ломаем И до сих пор Если вы будете В синагоге На Песахе Вам этот Афикаман Подадут И обязательно Вы его Преломите Каждый от него Должен отломать Как от Агнца Отламывали Поэтому Иисус Празднует Это все Накануне И конечно У него Агнца Не было У него Центром Его ужина Был кусочек Афикамана И он Его Афикаман Поднял Преломил И сказал Едите Это мое тело В этом Гораздо Больше символизма Можно я продолжу Без лишних Комментариев Кстати По этой традиции Павелонская Там было Несколько чаш О чем Павел Пишет Он говорит Так же чашу Взял после вечера 1 Коринфонам 11 глава Чаши Это Не часть вечера Хотя в нашей традиции Это неотделимая часть вечера А в еврейской Чаши Была после вечера Потому что там было Две чаши До вечера Потом вечера Что в переводе Значает ужин То есть ели Либо Агнца Пасхального Либо этот Афикаман Листворявший Агнца Пасхального И другую еду И потом Две чаши после Первая чаша За физический выход Из Египта Вторая За духовный А третья чаша Сразу после вечера За искупление Из Египта И она гораздо Больше символично В следующий раз Мы подробнее Об этих чашах Тоже можем поговорить И вся эта Вавилонская традиция Заканчивалась Обязательно Хвалебным гимном Халелем Поэтому в Евангелиях Мы и читали Вышли ученики После этой Пасхального седера И воспели Совершенно верно С полной традицией Но вот теперь Самое интересное На закусочку И мы даже Может быть Чуть-чуть Чуть-чуть Я вас задержу дольше Потерпите Есть очень интересный Текст В Новом Завете Мне кажется Незаслуженно забыт Точнее Незаслуженно Не забыт Он не забыт А недопонят Недопонят Вот так скажем Я даже вам его Напишу по памяти Хотя Не знаю зачем Но напишу Кто у нас может прочитать? Ну, по крайней мере, один в нашей аудитории может прочитать, товарищ. Энгар Мигала Хехемера и Кейну Ту Саботу. А теперь прочитаем его в переводе, я вам ее проинтерпретирую. Она очень о многом нам скажет. И Евангелие Таана, 19 глава, 31 стих. 30-го читаем. «Когда же Иисус вкусил уксус, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, сразу вам скажу. В оригинале греческое слово «параскеуэ» совершенно не означает пятницу. «Параскеуэ» в переводе означает «приготовление». Просто сенодальные переводчики подумали, что приготовление может быть только к натуральной субботе. Понятно? Или к Пасхе ожидавшейся, которая в их понимании совпала. Поэтому они говорят «пятница». Нет, в переводе это означает «приготовление». А вы, как люди образованные сегодняшнего вечера, вы знаете, что приготовление могло быть к Пасхе, но Пасха могла случиться в любой день недели. Понятно это? То есть фактически «параскеуэ» могло быть и в понедельник, и в вторник, и в среду, и в четверг. Это нет прямого указания на пятницу. Иду дальше, хорошо? Понятно, что я сейчас сказал? Идем дальше. Так вот, то было, корректируем сразу. Но так как тогда было приготовление, то и у идеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ясное дело, приготовление к этой ночи пасхальной, следующее, 15-го, Нисон, добавочная суббота, ничего нельзя делать, чтобы не оставить в первый и прежний день тело на кресте. И вот здесь идет как бы предложение в предложении. Идет уточняющее предложение внутри. «Ибо та суббота была день великий». Просили Пилата, чтобы перебил у них голени и снять их. Так вот, я вам на греческом написал фразу «Ибо та суббота была день великий», только если буквально ее интерпретировать, будет следующим образом. «Была ведь мигалы». Ничего вам не напоминает мигалы? Какое слово? Мега-проект, мега-магазин, мега-большой, совершенно верно. То есть масса значений у него – великий, большой, даже длинный. Так вот, смотрите, не суббота была большой, и многие начинают зацепляться за иудейскую традицию интерпретации большой или великой субботы. Я считаю это ошибочным. Прямую заявляю. Потому что здесь идет речь, что большой был день, ой, ты не тот опять маркер взял, не пишущий. Большой был день. Слово «химера» ничего плохого не обозначает, это просто день на греческом языке. Большой день был той, указательное местоимение, той субботы. Еще раз. Был ведь большой день той субботы. Понятно? А вот теперь на закусочку. Чтобы вас не смущать, я это удалю. Скажите, пожалуйста, могла быть у нас такая ситуация, когда добавочная суббота 15-го, Нисан, накладывалась на натуральную. Ну, то есть суббота становилась 15-ая, она одновременно и натуральная, и добавочная. Могло быть такое. Назовем это «качественное приращение». Но, в общем-то, день, сам день этой субботы не становится большим. Какой был 24 часа, такой и остался. Согласны со мной? Некоторые согласны, некоторые не совсем. Видимо, они уже дома. Пять минут терпения вашего. Некоторые так интерпретируют. Я одному такому медийному проповеднику Джимми Стейли часто оппонирую в некоторых вещах, потому что я не согласен. Я считаю, что он на многие вещи интересно смотрит, а на некоторые невежественно. В том числе он говорит, что суббота была такой. Еще раз говорю, не большая суббота сегодня, а большой день. Вероятнее всего, эта очень важная вставочка для нас, азбецовцев и керенбуржцев, означает не качественное приращение, а количественное, когда субботы идут подряд. Такое может случиться? Ну, может у нас 29-я суббота, ой, 30-я суббота, 31-я и 1-го января, ну, с 8 марта там, по статье. То есть такой день, это непрерывная длинная суббота, но длиной уже не 24 часа, как здесь, а 48 часов. Понятно? Тогда давайте сложим на нашу картиночку, на наши длиннички. Тогда получается, что 13-е, 14-е, 15-е, как первый, но, ой, первый сноб, ой, точнее, первый, простите, неправильно все, я вас запутал. 15-е, 15-е, это как первые опресночные дни, вот опресночки начинаются. Понятно? Она же добавочная суббота, и потом натуральная 16-го. Большой день, мигала хехемера, длиной 48 часов. Скажите, пожалуйста, у нас случается, когда выходные вдруг не 2 дня, а сразу 3? Мы это чувствуем? Да, конечно, чувствуем. Причем у нас-то вообще, ну, еврейское слово скажу, халява, что в переводе означает молоко. По субботам мы на племеннике в Израиле сдаивали молоко, потому что евреям нельзя было сдавать, и забирали себе, как бы бесплатно на халяву, отсюда и прилепилось. Вот у нас халява, мы 5 дней работаем, целых 2, отдыхаем, в общем-то. У евреев был один день, и не каждый год у них случалось, что 2 дня подряд ничего не делай. Во-первых, приготовиться надо дольше, пищи на 2 дня больше, правда же? 2 дня. Даже мы чувствуем, когда у нас 3 дня, большие субботы, большие выходные, мы это ощущаем, тем более евреи, у которых не каждый год такое случалось, ощущали. Я интерпретирую эту фразу «Энгар Мигала Хемера и Кенету Субботу» именно таким образом, что это была длинная суббота, 48 часов. Тогда что получается? Тогда вечера была у них со среды на четверг, в четверг его распинают, и тогда до воскресения первый сноб, хоть так, хоть так, считайте, выпадет на воскресение, соответственно, на 17-е низ сон. Тогда он в огробе 3 дня и 3 ночи, друзья мои. Все четко, как Писание и предвекло. Все сходится. Ну, считайте. Раз ночь, два ночь, три ночи. Раз день, два день, три день. И не надо вот этих столетних споров, как же понять, три дня и три ночи. Но традиция пусть остается традицией. Все, как раньше делали, умоляю вас, все так и делайте. Просто немножечко, чуть-чуть смысла добавим. Ну и последнее, по скриптумам уже. Давайте я не буду удалять, чтобы время сэкономить. Загадку вам задам. Мой любимый анекдот, помните? Два русских встречаются, один у другого спрашивает, знаешь, как озадачить русских, как? Завтра расскажу. Так вот вам эта загадку сложную из апостола Павла. Это напрямую все связано с темой Пасхи и на самом деле воскресения Иисуса Христа. Потому что, если мы будем честными перед самими собой, то мы до конца не понимаем, почему так важно было Ему воскреснуть. Мы хорошо понимаем, почему так важно Ему было умереть. Без пролития крови не было бы нашего искупления. Почему так важно Ему было воскреснуть, нам уже не совсем понятно. Ну, так как принято праздновать и радоваться, то мы празднуем и радуемся, недопонимая важности этого момента. Вот сейчас я постараюсь допривнести эти моменты. Это объяснение складывается из двух частей. Вторая часть эскатологическая. Мы давайте сегодня вообще ее не будем затрагивать. У нас там столько путаницы с вами. Мы вообще, наша эскатология, она почти греческая. Нас как Платон и гностики научили, что душа отлетела в рай и все на этом закончилось, так мы и верим. Хотя на самом деле рай – это временное место нахождения бесплотных, разоплощенных душ. Временное, потому что человек без тела – это не человек. В раю души ожидают праведные воскресения тела. И потом начинается уже не парада Иисус греческая, об этом, наверное, вам уже упоминал, а начинается полингенез в сенандальном переводе покибытие, перерождение. Ад тоже временный, он заканчивает свою функцию после суда у белого престола, бросается в озеро огненное. Но первая часть нужно понять нам сегодня. Павел в 1 Коринфянам 15 в главе говорит очень загадочно, он говорит так, некоторые говорят, что Христос не воскрес, и он продолжает свои осуждения и делает выводы. А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, мы, значит, все еще во грехах, вот его, он два раза повторил, перечитайте, пожалуйста, где-то с 15 по 20 стих 15 главы 1 послания верующим в Коринфе. Вопрос вам, а какая логика, какая взаимосвязь, если Христос не воскрес, вера наша тщетна, мы во грехах. Какая логика, какая взаимосвязь? Ну, так как Бог человеколюбивый, и мне нужно быть человеколюбивым, я вам отгадку скажу, чтобы вы не мучились, хотя было бы полезно вам порассуждать на эту тему. Павел прям делает упор на этом. Я попытаюсь вам объяснить. В своих рассуждениях в другом месте апостол Павел говорит, он даже восклицает, ад! Где твоя жалость? Смерть! Где твоя победа? И дальше говорит, что у смерти, у смерти жало называется как? А? Точно! Грех! Поясняю. Собираем все в одну логику. Наше тело стареет и, как результат, умирает только по одной причине. По причине греха. То есть, если бы не было греха, то тело бы жило. А так как в теле нашем грех, тело умирает. И если Иисус пролитием крови своей искупил грех, то как минимум у смерти не должно быть основания удерживать его тело в смерти. Я сейчас повторю еще раз. Поэтому, если Христос не воскрес, то он, значит, не воскрес только по одной единственной причине, что в теле его все еще не искупленный грех. Потому что тело умирает только по причине греха или мертво. Поэтому Павел говорит простой вывод. Если он не воскрес, значит, грех и не был искуплен. Все еще смерть имеет жало, то есть грех, действующий на тело Иисуса Христа, которое приняло на себя грех всего человечества, всего мира. Понятна эта логика? Поэтому, когда мы говорим Христос воскрес, поздравляем друг друга, это ярчайший знак, что он вышел из тюрьмы и сказал, я отсидел за вас, ваши судимости погашены, грех искуплен. Но только есть маленькая загадка. Наше воскресение, воскресение праздников, оно отсрочено, был первый сноб, отсрочено до самого интересного момента. Зачем это нужно Богу? Это еще один непростой разговор. Поэтому Христос воскрес, воистину воскрес, и это ярчайший и вернейший знак того, что действительно грех человечества был искуплен. На этом я закончу. Благодарю вас за внимание. Будьте благословенны. И если все нормально сегодня, я не прогрешился сильно, то мы с вами встретимся, чтобы поговорить о Пятидесятнице, шавоте, почему именно в этот еврейский день сошла сила Духа Святого. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!